И всем привет, добро пожаловать на новый ролик на моем канале. И по названию ролика вы поняли, что сегодня будет в Ереване проходить Ереван Music Night. Это фестиваль в центре города, у кинотеатра Москва, где будут исполняться знаменитые песни исполнителей. И также приедет ожидаемый гость Oceanus, песни Endless Summer и Cry Cry. Многие из вас, наверное, слышали, может быть, слышали, но забыли, прогуглите, послушайте и вспомните. А сейчас мы направимся туда, посмотрим, как все это выглядит, как подготовили сцену и как армяне начинают веселиться на этом фестивале. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и комментарии. А мы начинаем. Всем привет, дошли мы до кинотеатра Москва. Я не ожидал здесь увидеть, как вы знаете, в винном фестивале стоят палатки, где продают билеты входные. Я не понимаю, для чего это. А, тут и бокал вместе с ним дают. Наверное, вино тоже продают, как было недавно, в Винные дни и в Армении тоже. Может быть, это продолжение. И, как вы видите, позади меня тоже много-много палаточек. Сейчас пойдем посмотрим, что там продают. Скорее всего, там какую-нибудь еду, может быть, какие-то подарки. Пойдем посмотрим, если можно картой платить, то можем взять что-нибудь и попробовать. В первой палатке подают сладкую кукурузу, обычную вареную. И картошку фри, извините, с наггетсами. Тут сразу видно, что здесь будет. Здесь стенд Карас. Как понимаете, стенд Карас всегда продают вино. Это для меня одно из самых лучших вин, которые я пробовал в Армении. Девчонки готовят хот-дог, танцуют, просто веселят, получают полно-полно удовольствия. Вон, даже кричат, вот просто кайф. В общем, все-таки я решил приобрести билетики. И мне дали вот такой вот бокал, где на нем написано «Ереван Music Night». Все так же, как в винном фестивале. Все это добро стоит 7000 драм. И дали вот такие вот как раз билетики. Вроде я все снял. И каждый билетик, соответственно, имеет свои номинования. Первое – это пиво. Потом фруктовая водка. Flash Up Energy. То есть можно взять этот энергетик с собой. Так, Hard Lemon. Это, наверное... А, гараж Hard Lemon. Ну, наверное, все пили такое, пробовали. Пиво и Screwdriver. Screwdriver – это отвертка, скорее всего, водка с апельсиновым соком. Так, 7000 драм. Это примерно 1000-1200 рублей все это стоит. И пойдем, наверное, по порядку. Будем пробовать, смотреть, как здесь все организовано или вкусно или нет. Ну, давайте, пойдем. Пробуем мускатную водку. Я еще не обедал, поэтому я не знаю, что это меня сразу. Нет, нечканка, 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 нечканка. 53 градуса. Ну, в сказали, по чуть-чуть пробуем. Я так как не пью вообще обычную водку, да, вообще, в принципе, не пью. Поэтому трудновато дается. Один глоток мне хватил. Но классный после вкуса. Ага, шат, хамов. Сейчас будем пробовать абрикосовую водку. Попробовали абрикосовую водку. Она намного нежнее заходит. И знаете, так хороший привкус, фруктовый привкус в горле. И так классно тепло внутри. Бутылка 05 стоит 12 700 грамм. Это примерно 2 200 грамм. В принципе, нормально, как и за хорошую водку, столько отдать. Сказали также, что они получили в Китае и в Японии трофей за их такую вот хорошую водку. А мы пойдем дальше, посмотрим, что еще может быть. Короче, в общем, сейчас взяли пивка. Не фильтровано. Байер или Бавер. Я не знаю, как он уже назвать. Первый раз слышу в Армении. Производитель Бабер пива. Ну, такое себе. На любителей, знаете, нефильтрованного пива очень напоминает вкус Левер Брауна. Если я не ошибаюсь в названии пива. Вот. Ну, знаете, окей. Окей. Ну, на троечку. Даже вот два с половиной. Ну, если вам уже хорошо, в принципе, на троечку. Вот ладно. Твердая троечка. Но не выше. В общем, не знаю, на любителей. Хотите, возьмите одну маленькую баночку, попробуйте. А сейчас мы, наверное, пойдем возьмем какой-нибудь хот-дог по нашему билетику. И пойдем посмотрим, как тусуют армяне на фестивале. Будет уже слышно, как весело. Поехали. 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 Год и вечер подошел к концу. Эта тусовка будет продолжаться до 23 часов. Честно говоря, я немного уже подустал и хочу пойти домой, прилечь и отдохнуть. Если вам этот ролик очень понравился, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментарии. А мы с вами увидимся уже в следующем выпуске. Пока-пока.